Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 6 июля, пятница, и Цеков предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, глава 4, стихи с 5 по 8. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение первого послания апостола Павла Коринфянам. И сегодня мы читаем с вами отрывок, который находится в четвертой главе, в начале четвертой главы. В целом, послание апостола Павла Коринфянам вызвано теми проблемами, которые были в Коринфе, и Павел, не имея возможности прийти в Коринф, пишет им сие послания. Их было, конечно же, больше, чем дошло до нас. По крайней мере, ученые насчитывают три послания апостола Павла Коринфянам. У нас же есть только два этих послания. Но, так или иначе, мы имеем эту жемчужину, церковной мысли, эту жемчужину жизни во Христе, жизни по Духу Святому, который вдохновляет уже 2000 лет христиан, как мирян, так и священников, для того, чтобы безукоризненно исполнять заповеди Господние и жить истинно церковной жизнью, чтобы не уклоняться в различные суеверия или ереси. Итак, сегодня в послании апостол Павел говорит в пятом стихе «По всему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». И в этом стихе апостол Павел говорит о том, что дело суда – это дело Божие. И ни в коем случае христианин не должен осуждать другого человека за что-либо, потому что, осуждая, человек попирает славу Божию, и человек как бы встает сам на место Бога. Он получается противником Бога. И это не способствует духовному росту, но только росту гордыни. И осуждая, человек как бы выносит вердикт, вердикт, приговор другому человеку, не проявляя любви, и вставая на то место, на которое Господь его не ставил. Поэтому в любом случае осуждение есть грех. «Посему не судите прежде времени, пока не придет Господь, и Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». То, что сейчас является скрытым, и то, что никак проверить невозможно, а именно внутренние мотиваторы человека, внутренние его помыслы и мысли, то, с какой идеей он делает это. Ведь внешние добрые дела можно делать и со злым умыслом, со своей корыстью. Поэтому то, что осветит Господь, то и будет судить. Господь осветит скрытое во мраке и скрытое то, то, что находится в каждом человеке. И тогда каждому будет похвала от Бога. Ну, естественно, здесь апостол Павел вообще в этом отрывке, и у него звучит некая ирония. Кому похвала, кому действительно суд Божий. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Апостол Павел говорит прежде всего о себе. И говоря об осуждении, он говорит прежде всего, как бы сообразуясь самим собой. И он обращается к коринфянам именно на личном примере, дабы не было этой дистанции, дабы говорил он не свысока, но как бы находясь между ними, как бы с ними равный. Поэтому эту ситуацию он прежде всего одевает сам, примеряет к самому себе. «Ибо кто отличает тебя?» Задает апостол Павел дальше вопросы. И эти вопросы, они несколько риторичны, потому что апостол Павел знает, что ответить на них читатель его письма, читатель его послания. «Ибо кто отличает тебя?» То есть кто выделяет тебя из толпы, таких же людей, как и ты? Потому что если вы мните себя лучшими других, то вы не церковь, а именно толпа. И он говорит, «Кто отличает тебя?» И естественно, логичный ответ на этот вопрос будет следующий. «Ты сам отличаешь. Это я сам себя выделяю среди общества других. Что ты имеешь, чего бы не получил?» И здесь следующий ответ на этот вопрос, он будет таковым. «Все, что я имею, те дары, которыми я хвалюсь, которые не имеет мой ближний, эти дары я получил от Бога. Что ты имеешь, чего бы не получил?» Это все от Бога. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Апостол Павел говорит о том, что те дары, которые в изобилии проявил себя Дух Святой в Каримской общине, они уже стали обыденными для людей, и вот эта вот алчба, эта жажда, жажда быть с Богом, это смиренное чувство и желание быть со Христом, быть со Духом Святым, она пропала в Каримфинах, и апостол Павел видит это и диагностирует. Как опытный врач, как опытный хирург, он видит это своим взором и скрывает эти язвы в Каримфской общине. Он говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. И здесь, конечно же, видна ирония в словах апостола Павла. Естественно, они на самом деле не обогатились и не присытились, вернее, они присытились, но не обогатились, и они не царствуют, хотя, как им кажется, они действительно цари. Они уже стали пренебрегать Духом Божиим, и апостол Павел напоминает им об этом в такой своеобразной, в своей манере, иронизируя над самомнением Каримфской общины. «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» И здесь, конечно же, видно, что апостол Павел, несмотря на свою иронию, это не злая ирония, это ирония сожаления. И он говорит о том, что «я был бы рад, чтобы вы царствовали, и я хочу, чтобы вы действительно почувствовали себя царями в Духе Святом!» Но у вас этого не происходит, и если бы вы царствовали, то и нам с вами бы досталась эта участь славы Божией. Потому что всякий учитель мечтает о возрастании своего ученика. Естественно, апостол Павел хотел бы, чтобы христиане, Каримфа, возросли в истинную духовную, достигли истинно-духовных дарований и жили истинной духовной жизнью, а не той жизнью, которую они мнят сами о себе. Поэтому он вынужден писать весьма нелицеприятные вещи, иногда иронизируя, но напоминая с отеческой любовью и смирением о том, что нужно не мнить себя высокодуховным человеком, а со смирением и благодарностью помышлять о Боге и с любовью жить, с любовью во Христе, жить со всеми своими ближними и дальними. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, обоскресшем Господи и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес.